Дай почитать В этом и текст ее, а вот заставки и виньетки под старину нарисовал художник Иванов. Тексты убьем обширные, в отличие от Бенуа, где два-три слова. Убьем целое стихотворение, а слова-то какие, Витязь, Дьяк, Гусляр. Была еще одна известная азбука Владимира Коношевича в 36 рисунках. Этот художник нам известен прежде всего как иллюстратор детской книги Пушкина, Маршака, Чуковского. Ну и, конечно, злободневная и, как всегда, все у Владимира Владимировича Маяковского незабываемая советская азбука. Например, «Корове трудно бегать быстро», Керенский был премьер-министром. А еще сказочная азбука Татьяны Мавриной, добрая, волшебная, с мотивами пряничных узоров и глиняной игрушки. Но не думаю, что люди XX века учились грамоте по острожской азбуке, созданной просветителем и книгопечатником Иваном Федоровым в 1578 году. Но совсем недавно издательский дом Мещерякова выпустил чудесную русскую азбуку в рисунках Марины Ханковой, продолжающей традиции Ивана Билибина. На одной странице множество небольших рисунков и слов на одну букву, а на другой – персонаж из волшебной сказки или предмет. Ну, например, буква «М» – мышка-мельница, медуница, муравьи, малина и так далее. А рядом на всю страницу – море-искусница. Но удивило меня, несмотря на длинную историческую судьбу русской азбуки, чудо-юдо азбука, текст Леонида Рожникова, рисунки Марии Филипповой. Здесь есть стихотворения русских поэтов и Золотого, и Серебряного века, а еще это практически энциклопедия нечисти. С юмором автор замечает, что никаких вурдалаков, а также упырей и вампиров не существует. Они – выдумки, которыми с незапамятных времен пугают своих детей и люди, и нелюди. А еще вы, дорогие читатели, можете познакомиться с Коловертышем, Злыднями, Индриком-зверем, Марой, Шишигой, Скарбником. Знамо дело, их не существует, но все-таки азбука есть 6+. Дай почитать. Субтитры создавал DimaTorzok